Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о затянувшейся Санта-Барбере с Александром Соболевым, который уже отстранен от игры со Спартаком, но при этом до сих пор не перешел в Зенит, и на фоне этого, на фоне того, как недавняя звезда российского футбола оказалась фактически вне этого самого футбола, многие начали защищать Соболева и, так скажем, информационно его поддерживать, впаягаться за него. И если некоторые из них это просто горлопаны, которые совершенно не разбираются в футболе и несут, что попало, я имею в виду Губерниева с его гениальными умозаключениями, то вот попытка Ловчева так или иначе оправдать Соболева и сказать, что это Спартак неправильно себя ведет по отношению к Александру, вот это уже выбешивает многих, потому что Ловчев легенда, ветеран, замечательный мужик и замечательный, так скажем, шоумен, если хотите, футбольный, который умеет вести себя перед камерой, умеет там зажигать, у которого много фанатов и все в этом духе. Его, так скажем, любят, почитают, уважают, хотя, конечно, бывает по-разному у всех свое мнение, но тем не менее. К Ловчеву отношение совершенно другое, в отличие от Губерниева. И когда Ловчев начал впрягаться за Соболева, причем раз за разом давать интервью, где он прямо заявляет, что это Спартак, оскорбляет Соболева и ведет себя неправильно, вот тут многие начали задавать вопросы, что происходит. Ну а некоторые начали остроить про то, что деду нужно пить таблетки. Давайте это разберем и обсудим, что здесь следует вынести, какой вывод из всего этого и как относиться к заявлениям Соболева. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на платформе Бусти, где будет выходить эксклюзивный контент, которого не будет на Ютубе. В частности, там вы сможете получить мои прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также на моем Бусти будут публиковаться ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И начнем мы с сезона 92-93 года, то есть после распада Советского Союза, на футбольный клуб «Авенир». И вот здесь, против этих полулюбителей, «Спартак» откровенно провалился. В первом, получается, дебютном матче в Еврокубках «Спартак» сыграл в ничью 0-0. Понятно, что результат неожиданный. Обсудим, как ЦСКА выступил в Лиге Чемпионов, как «Спартак» дебютировал в качестве российской команды в Кубке Кубков. Все это будет на моей платформе Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, вообще, я, честно, не встречал еще ни одного блогера, и даже в комментариях никого не видел, кто пытался бы так или иначе поддерживать позицию Ловчева в этом вопросе. Потому что Ловчев, ну, мягко говоря, заявляет странные вещи. Что, дескать, это «Спартак» спровоцировал, оскорбил Соболева и оскорбил своим отношением к Джики. Касательно Джики, тут тоже история забавная. В свое время точно так же началась информационная поддержка Георгия, что вот, мол, не уважают легенду клуба. Какого-то Дуарте взяли. И Дуарте играет вместо Джики, хотя по факту вместо Джики играл Бабич. И во всей этой ситуации уже тогда пошла какая-то непонятная возня с попытками выставить клуб каким-то, я не знаю, коллективным мерзавцем, который притесняет своих легенд. Ну, знаете, здесь, при всем уважении к Джике и Соболеву, я не думаю, что они вообще тянут на звание легенды. Это не Тихонов, не Черенков, не Титов. Это не воспитанники, кстати, клуба, что добавило бы им вестов, но нет. И это люди, которые, ну, прям скажем, в игровом смысле очень сильно подвисли в последнее время. И, понимаете, когда Титова, например, постаревшего и сдавшего снимали с игры и переводили в дубль, как Черчесов, и команду он покинул, там можно было действительно говорить много всего в адрес клуба и возмущаться, учитывая масштаб личности. А здесь, ну, Джике и Соболев это не Титов, прям скажем. И вот такие залихватские заявления, что Спартак кого-то не уважает, это детский сад. Тем более, что в данной ситуации, ну, причины очевидны. И причины заключаются в плохом футболе, который показывал Джике уже долгое время, и теперь еще и Соболев. И в данном случае решения Спартака выглядят, во-первых, вполне уместными с футбольной точки зрения, а во-вторых, с этической точки зрения впрягаться за Джики, а потом за Соболева так, будто это выгоняют Цимбаларя и Титова с Тихоновым из клуба. Это, по-моему, бред. То есть, опять же, бывали в Спартаке сложные ситуации. Романцев когда-то Тихонова выгнал после неудачного сезона. Черчесов с Калиниченко-Титовым. Другие истории. Но там, простите, цитируя знаменитую фразу, был культ, но была и личность. Там культивирование этих футболистов было уместным. И возведение их в ранг культовых игроков, потому что там были культовые футболисты, которые заслуживали этого. А здесь, ну, игроков выше среднего превозносят как богов каких-то футбольных. И, по-моему, уже это абсурдно. И поэтому здесь я тогда не понимал всей этой движухи вокруг Джики. А сейчас вот этой движухой оправдывать еще и поведение Соболева, ну, это абсурд. Тем более, вот Джики ушел. И где он? Я не знаю, на момент записи видео он не подписался ни с одним клубом. Нигде его нет. И здесь, опять же, возникает вопрос, если он так крут, то где твоя новая команда? И, опять же, возникает другой важный вопрос. А не вел ли Джики себя неадекватно? Потому что Спартак, судя по всему, готов был продлевать с ним соглашение, просто если Джики согласился бы на очевидные вещи. Что он уже немножко не тот. Что зарплата должна быть поменьше. Что, возможно, где-то нужно посидеть на скамейке запасных. И, сидя на скамейке, нужно не возмущаться через своего агента, что тебя не выпускают. И не пытаться шантажировать клуб. А вести себя нужно нормально и адекватно, как профессионал, тренироваться и доказывать, что ты сильнее бабича того же самого. Нет, человек избрал совершенно другой маршрут. И при этом клуб отнесся к нему по-человечески. То есть его не стали там переводить в дубль, как сейчас Соболева, например. Ну, потому что капитан, наверное, ему дали там в концовочке, так скажем, почетно уйти, в том числе, играя на футбольном поле. Хотя он там привозил, как с Зенитом чуть было пенальти не привез. То есть здесь говорить о том, что к Джике как-то плохо отнеслись, это абсурд. И уж тем более из-за этого защищать Соболева, что вот он так оскорбился. Ну, это вообще детский сад, извините меня. И что я могу сказать в итоге? Мне кажется, Евгений Серафимович, как бы это сказать, он так и не убил в себе футболиста. А когда ты становишься журналистом спортивным или тем более тренером, ты в себе футболиста должен убить. И должен относиться ко всему иначе. И вот показательный момент. В своих речах в поддержку Соболева Ловчев постоянно говорит, что вот я тоже ругался с Бесковым и Симоняном. Это, кстати, очень интересные рассказы про то, как с великими тренерами ругался Ловчев, что многое говорит о его понимании субординации в команде. Ну так вот, смысл-то в чем? Смысл в том, что тот самый Симонян, которого упоминал Ловчев, он, например, про Соболева высказался максимально жестко. Ты не Спартаковец, и иди-ка ты отсюда. И в этом разница. Симонян стал тренером, а Ловчев толком тренером не стал. Ловчев остался футболистом, каким-то забиякой и бунтарем, который считает, что это уместно для игрока возмущаться, кричать, доказывать что-то. Бескову, Симоняну, Абаскалью, Черчесову, кому угодно, неважно. Тренеру Спартака никто не имеет права что-то доказывать из футболистов. Тренер старший. Футболисты подчиненные. Симонян это понимает, Ловчев, как видимо, до сих пор этого не понял. И считает, исходя из этого, что Спартак неправильно поступает. И причем по отношению к кому? К Соболеву и Джике. Тоже мне. Нашли нового Игоря Нетта и, я не знаю, нового Черенкова. Два гения, не иначе. Не сотворите себе кумиров, товарищи, спартаковские ветераны.